Дорогие друзья, мы продолжаем путешествие по моему дому, вот учитывая, что мы в Ялте и, не знаю, интересно вам это посмотреть или нет. Вот мы едем на пятый этаж, вот и сейчас перед вами предстанет. Прошу вас увидеть, собственно, лично. Отсюда открывается вид на нижнюю территорию парка. Вот, все как на ладони. Мое детище, Ялтинский запад «Сказка». Здесь одна из любимых фотографий гостей, что если встать вот так, то будут крылья сзади. А отсюда мы видим уже новую территорию, верхнюю территорию парка. Обратите внимание, какие здесь уникальные мраморная лавка, которую только видят посетители этой, собственно говоря, крыши. Да, пепелец. Давно никто не видел. Посмотрите, тысячелетние оливы, которые привезли из Италии, посажены здесь. И зоопарк усопающий тропической зелени. Просто зарастает весь. И ваш любимый дождь? Дождь прекрасен для природы. Здесь технические помещения, но на этом этаже есть комнаты не для отдыха. Мангали. Как давно вы готовили здесь что-то на мангале? Ой, уже несколько-несколько лет назад с друзьями мы делали рыбу, целиком делали рыбу. Ну а здесь на пятом этаже есть еще несколько комнат, наряду со смотровыми площадками. Ну вот так они были оформлены, это тоже оникс. Это оникс. Чайный стол. Этот камень на этом столе напоминает срез сала. Такое дерево. Стоит здесь телевизор, напротив игровая комната для детей. Вот. Крайне редко доходим даже с гостями до этой комнаты. Я могу сказать честно, я здесь ПВС. А, вы первый раз? Да. Ну, мало знакомых. И тоже везде-везде. Но, должен сказать вам, что вообще в доме 56 комнат, помещений разного назначения. Это очень много, друзья. Площадь дома больше 1250 квадратных метров. Да. Вот. Это очень много. Вот. Для дома. Ну, тогда так строили, и этот дом строил на протяжении десяти лет. Вот. Причем территорий зоопарка, учитывая, что он находится в двух ярусах, верхней территории и нижней, и он между двумя ярусами территории, он не кажется таким большим и высоким, как изнутри, когда мы ходим по всем этим помещениям. Вот. Здесь удобно, кстати, на этих площадках загорать. И тут даже есть своя церковь маленькая. Как я сказал, я уже не верующий человек, но, в принципе, эта церковь такая здесь маленькая в башенке есть. Вот. Где можно верующему человеку уединиться и помолиться. Вот. А я больше предпочитал бы загорать на этих площадках. Вот здесь. Там капличка. Вот. А здесь такие вот площадки. Очень удобные для отдыха. Вот. Над запахом. На самом деле в доме находится больше ста произведений искусства, которые только в одном экземпляре в мире. Вот. Это изделия из дерева, это картины, это какие-то фарфоровые и другие изделия, но они совершенно уникальны, индивидуальные и собраны были на выставке в Китае. Но и обои, они совершенно удивительные. И если кто-то в этом разбирается, то сегодня такие обои приобрести чрезвычайно непросто. Да, есть удачные сегодня виды обоев, но шокография, которую я привожу из Китая, вот, для оборудования своих помещений, но она заслуживает просто, мне кажется, уважительного отношения. Это также произведения искусства. Это да. Друзья, мы находимся в цокольном этаже моего дома. Мы сюда приехали. Здесь опять символ успеха и богатства. Это лягушка, которая вот венешкой, видите? Вот, она сделана без бронзы. Здесь один из витражей тоже в этом доме. А здесь ящерица. Ящерица. Венталей. Вот, ну и какой же нормальный человек в своем доме поставит скульптуру сломок? Ну, если этот человек, директор зоопарка, вот, и любит свое дело, то, конечно, у него в доме будут не только павлины, витражи из павлинов, но, видите, все, и даже обои здесь сделаны в стиле сафари. Друзья, ну, найдите вы сегодня такие где-то обои. Я горжусь тем, что все делаю в свое время. И когда это было доступно, и когда это все было возможно, были приобретены эти обои, это Франция, то вот выпускает вот такие замечательные обои, которые как нельзя подходят парку Львов в Тайган, зоопарку Сказка. Вот, ну, а эти слоны охраняют, с поднятыми хоботами охраняют вход. Здесь много помещений. Здесь есть бассейн, сауна, спортивный зал, жакузи, бильярд, аквариум на три тонны, ну, который в силу понятных причин сегодня не эксплуатируется, поскольку, ну, поскольку меня здесь нет, и Оксана сюда не спускается. Ну, посмотрите, какие уютные, вот, артами здесь помещения. Там технические помещения идут, вот, посмотрите, там этот, как называют... Ганеша. Ганеша, да, вот, с подсветкой. Именно там, вот, находится. Но здесь есть удивительные вещи, которые я хочу все-таки вам сейчас пройдем показать. Вот стоящее черное дерево, дорогие друзья. Из черного дерева сделаны вот такие слоны. Дерево словно каменное, словно каменное. Невероятно. А вот за ним находится аквариум, который сам весит несколько тонн, вот, и рассчитан на три тонны, значит, воды для содержания рыбы. Но аквариум это обслуживание, аквариум нужно за ним следить, поэтому мы его не включаем сейчас и работает. Символ Ялтинского зоопарка сказка. Павлин с открытым хвостом, сделанный из корня мангрового дерева. Вот, таких павлинов у нас два. Один находится в тайгане, в анкетном зале, и один находится здесь. Да, в соперном этаже нужен ремонт уже, вот, но, тем не менее, все вещи здесь сохраняются. Продолжение следует...